Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Время без 10.08 утра. Поменялась картинка календаря. Я поздравляю вас с первым днём зимы. Давайте полюбуемся на эту картинку. Такое замерзающее озеро. Такой запорошенный снегом лесок. Кстати, у нас сейчас похожая картина за окном. Снега нет, но вот такой иний на деревьях. И сегодня четверг, 1 декабря. Я сейчас занимаюсь тыквой. Здесь у меня вот такой бардачок. Это уже вторую тыкву я очищу. Опять начала портиться. Вот я всё вычистила, то, что пропало, так скажем. Ну и здесь варю тыквенную кашу. Порезала кусочками тыкву, залила водой. Сейчас закипит, посолю. Тыква сварится. Потом её потолку толкушечкой. Добавлю рис. Залью молочком, сахар. И на медленный огонь. Может быть поставлю в духовку. Занесла, друзья, я всю тыкву с веранды. И вы мне говорили, что в сухом месте она хранится лучше. И вы знаете, я её всю вместила, ну в общем разместила в доме. Как ни странно, такое количество тыквы. Сейчас покажу, куда я всё это дело пристроила. Ну, во-первых, вот две тыковки здесь на кухонном окне. Давайте сейчас полюбуемся на улицу. Вот то, о чём я вам говорила. Сейчас приближу. Вот видите, все деревья вот так запорошены снегом. Вот здесь вот много тыковки вместилось. Как бы на окне не очень-то тепло. Но ей здесь сухо. Это вот, кто не знает, это наша красивая прихожая. Волшебная. Где мечты сбываются. И ещё есть вот такая волшебная полочка желаний, которую я сделала своими руками. Есть видео на канале. Пусть-ка пришла. И вот ещё одно место, где лежит тыковка. Согласитесь, это даже неплохо смотрится. Теперь я эту комнату... Раньше она как-то некрасиво называлась комната буквой Г. А теперь я эту комнату называю комната с камином. Вы у меня там спрашивали, сразу попутно отвечу на комментарий. Лена, что за зверь лежит у вас на кресле? Я сначала не поняла, о чём вы. Я думала, на кресле спит Кузьма. Написал, это, наверное, наш котик. А вы мне говорите, нет. Вот это пушистое кресло. Что это за зверь? Я вам уже говорила, вы, наверное, недавно пришли на канал. Это вот такой вот я говорила вам, что пошила чехол из такого китайского коврика. Обычно эти коврики вот с такой изнанкой продаются. Они для ванной. Ну, этот коврик был размером где-то метр на, может быть, на метр двадцать. Как коврик, он, ну, вообще никакущий. Он не лежит на полу. То есть, это всё двигается, дёргается, так сказать. Ну, для коврика нет, не то. И вот я из этого коврика пошила вот такой чехол на кресло. Ну, хочу сказать, что уже один раз стирала. И я не знаю, выдержит ли этот чехол ещё одну стирку. Всё внутри вот здесь особенно там позбивалось. Здесь вот не видно с этой стороны. Ну, в общем, там такой не очень хороший поролон. Вот это вот всё мягкое. Там вот внутри как будто как тоненький поролон. Даже при стирке руками, хотя в машинке вообще это нельзя стирать. Вы мне там писали, что кто-то постирал и испортили машинку. Вот эта ворса забила всю стиральную машину. Пришлось вызывать мастера, чтобы починить машину. Так что тоже будьте осторожны с этими китайскими ковриками. Ну, вот я говорю, пока эта выдержала одну стирку. Не знаю, как вторая выдержит. Получится постирать. И чтобы ещё после стирки применить. Но пока вот красуется это кресло. Да, мне тоже нравится. Если придётся выбросить после второй стирки этот чехол, я что-то придумаю. Найду такое же полотно, что ли, куплю. Пледы такие тоже продаются. Но мне тоже нравится, очень нравится эта идея. Вот так вот, такое пушистое кресло. Сейчас с камином это вообще просто очень хорошо смотрится. Вчера немножко начала вязать коврик. Это уже мои коты посбрасывали клубочки. И мою работу... В общем, сейчас пока вяжу спицами, конечно же, перебросилась на процесс вязания спицами. И это всё дело остановилось. Но потихонечку дала себе слово хотя бы по несколько кружочков. Я имею ввиду кружочков вокруг. Буду продолжать вязание и коврика, чтобы эта работа тоже двигалась. Давайте ещё раз пройдусь по нашей прихожей, ой, прихожей, по нашей гостиной и рабочем кабинете. Вот так вот сейчас это выглядит. Всё сделано, переделано своими ручками. Вот так вот сейчас это смотрится. Ну и красуется тыква. Также был вопрос по вот этой хлебнице. Там я вам на ютубе не ответила. Сейчас мы выложим хлебушек и я вам расскажу. Смотрите, друзья, вы пишите мне, что у вас как будто сужается полотно и хлебница не приобретает форму хлебницы. Как вы вязали, поделитесь секретом. Во-первых, когда я вязала, вы видите, из каждой дырочки провязано по по-моему, по четыре даже. Сейчас приближу. По четыре петельки. То есть каждую дырочку четыре петли. Но я потом как бы проделала эти четыре петли, но четыре петли много. Я где-то провязывала все четыре петли, где-то три петли. В общем, я вам так скажу. Вы должны как бы это дело чувствовать. Но вы же видите, когда у вас что-то идет не так. Вот как бы на любом этапе внизу, вот здесь там первый, второй, третий ряд, вы смотрите, чтобы у вас поднималась вверх. Не обязательно вязать петелька в петельку. Просто я не знаю как. Вязальщицы чувствуют, когда нужно убавить, когда нужно прибавить, чтобы естественно у вас получалась красивая форма. вот вверху вы видите, что я стала сужать. Вот здесь вот уже пошли петли на сужение, чтобы мне, ну мне так захотелось, чтобы крышка лежала на чем-то, потому что стенка-то тонкая. Я сделала вот здесь сужение, ну не знаю как сказать, выреза горловина хлебницы, как еще можно сказать. Ну в общем вверху пошла на сужение, вот здесь буквально рядочка три-четыре, то есть не провязывала каждую петельку для того, чтобы вот эта крышка лежала на чем-то, у нее было основание. Так что пожалуйста почувствуйте, почувствуйте вашу руку, ваше вязание и все у вас получится. Не нужно следовать правилам, я до сих пор удивляюсь комментариям, которые мне пишут, а как вы держите что-то вы держите неудобно спицы, что-то вы не так вяжете. Друзья, на мой взгляд, вообще не существует правил вязания. Вот как хотите, мне там и Максимову приплетают, почитайте книги Максимовой, да вы вообще все не так делаете. Друзья, я не заставляю вас делать так, как делаю я, понимаете? Делайте как вам удобно, только, пожалуйста, не надо меня учить, не надо мне приводить какие-то книги, у меня совершенно другое мнение о вязании и вообще о творчестве в целом. Я до сих пор не забуду слова Аси Вертон, у которой мне удалось побывать на живом, так скажем, мастер-классе, это еще было в Москве, не помню в каком году, Ася Вертон, это просто, я не знаю, одна единственная мастерица по ирландскому кружеву, у которой действительно все получается ну, просто на 200 процентов. Так вот, она сказала, не важно, как вы будете это делать, самое главное, чтобы вам результат вас радовал, не важно, как, вот это ключевое слово, не важно, как, поэтому, я вот после этого, я не знаю, это такие судьбоносные слова, я боялась отрывать нить, вот в ирландском кружеве очень много нужно отрывать нить, менять там ее, я боялась, как-то я думала, что это неправильно, а оказывается, в творчестве вообще нет правил, поэтому я не заставляю вас следовать за мной, но просто знайте, что у меня нет никаких правил, у меня все без правил, так что у вас обязательно все получится, я желаю вам удачи, ну а здесь у нас опять наши любимые кошечки, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, некоторые у меня на канале, я не знаю, подписчики это или не подписчики, плюются, что столько шерсти, что они вот по кровати лазят, меня так это забавляет, молча отправляю в бан, и на этом все, но опять у нас Моня спрятался, это каждый утренний мацион, да, Монька, самое интересное, что на этом пледе их царапки, они же как бы цепляются когтями, чтобы залезть вот Моньке туда, ничего не остается, это просто удивительно, вот, ну и еще на фоне наших котиков, вот, все, спрятался, а Маруся так интересно наблюдает, что он там делает, еще отвечу на один комментарий, вчера женщина написала, а почему вы не вяжете мужа, ну ладно, сын, не носят, но мужу почему не вяжете, я вам там ответила немножко шуточным ответом, но я отвечу вам, я Лешику вяжу, у Лешика несколько вязаных моделей от меня, джемпер, как же он назывался, Solaris есть на канале, вот, можете набрать, Елена Ситникова джемпер Solaris вязанный крючком, очень красивый, кстати, недавно был заказ на этот джемпер, я написала, что я не вяжу на заказ, ну как недавно, месяц, может быть, два назад, вот, у Лешика есть джемпер спицами подарок, у Лешика есть вязанный пиджак такого горчичного цвета, у Лешика есть такая вязаная летняя рубаха ажурная, вязаная ажурными дорожками, вот, пока я думаю, что хватит, если ему что-то захочется, он мне обязательно об этом скажет, и я обязательно свяжу, а вообще вопрос такой немножко, ну, я не знаю, не то что странный, я не знаю, как его трактовать, я думаю, что если это же не просто почему вы не вяжете, должно же быть обоюдно, то есть кто-то должен связать, а кто-то должен захотеть, чтобы ему это связали, вот, я вам отвечу, что как только Лешик мне закажет очередную вещь, может быть, я не знаю, ну, что-то ему захочется, я, конечно же, ему это свяжу, а вот такой вот ответ на более развернутый на ваш вопрос, так, ну, что, игры, ты сидела-сидела и все-таки решила поиграть, такие у вас занятия, да, вчера мне Кузьма принес еще одну мышь, даже мышонка, то есть, это уже вторая мышка, пойманная Кузьмой, и там вы писали про какую-то клейкую ленту или что-то такое, клей в виде, ну, ловушки, да, которые вы летом расставляете, туда и осы попадают, и грызуны всякие, ой, друзья, вчера я увидела видео, вот я не знаю, то ли искусственный интеллект читает мысли, уже несколько раз у меня, вот подумаю, и сразу попадаются вот такие видео, так вот, в такую липкую ловушку попал маленький котенок, и я видела, как его оттуда вытаскивали, и как его спасали, так что, я просто, вообще, даже мысли эту убрала, об этой липкой ловушке, для грызунов, там, для ос, и так далее, буду обходиться без нее, мышки по дому у нас не бегают, здесь коты, и как ни странно, из пятерых ловит только Кузьма, наш старичок, ему уже девятый год, и у него это хорошо получается, ну, а в сарае, в сарай закрыт, кстати, даже соседские коты туда не попадут, вы знаете, что я разложила там отравленный корм, да, если что, хотя он не тронутый до сих пор, друзья, вот уже который день лежит, и он не тронутый, ни крысы, ни мышь не трогают, я не знаю, может Маруся в ту ночь половила всех мышей, поэтому она выпила полтазика воды, не знаю, в чем дело, и лазила в погреб, ничего не тронуто, картошка вся целая, они грызли картошку, я имею ввиду мыши, вот, пишите, что лучше всего мышеловка, для меня мышеловка это тоже нонсенс, это нужно туда вот это все заряжать, убирать потом трупики этих мышек, нет, 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 это тоже не для меня, вот, дома у нас ловят мышей кошки, ну, а на улице буду обходиться как-то отравой, и еще тоже пишут мне, все хорошо, но не надо про мышек, друзья, я на своем канале, пожалуйста, я сама решу, что мне показывать, понимаете, у меня сейчас деревенская жизнь, я не просто так показываю вам свою жизнь, я надеюсь на комментарии, на советы, и они приходят от вас, от таких же живущих в деревне, вот, и очень дельные советы, и по строительству, да, и по каким-то хозяйственным делам, по растеневодству, очень много дельных советов, поэтому, если вас не интересует эта тема, мышей там, или еще чего-то, есть же кнопочка перемотки, перемотайте, и, как бы, смотрите видео дальше, ну, или вообще не смотрите, если вас коробят какие-то темы на моем канале, как говорится, из песни слов не выкинешь, я буду показывать свою жизнь с элементами творчества, давайте покажу вам продвижение, вчера еще связала полотно, так, шпуля, не трогай мои ниточки, не трогай, вот, и дилемма сейчас стоит такая, то ли вообще не вывязывать пройму для рукава, ну, вот как как в этой модели, кстати, ссылочку на эту модель я вам оставлю под этим видео, так, нельзя трогать, нельзя, грызет, грызет мои нитки, уходи, уходи, не мешайся, вот, а с другой стороны, я еще ни разу не вязала вот этот вточной рукав, и мне хочется немножко набраться опыта, да, что ж такое, все, все нужно грызть, все нужно, теперь ей спица интересная, шпуля, поэтому, скорее всего, буду вывязывать пройму рукава, и свяжу полноценный джемпер, джемпер или свитер, пока не решила, с какой горловиной эта вещь будет, друзья, вот эта пряжа джин, джинс, да, от Янарт, она очень экономичная, я почему хотела жилет, я думала, мне просто не хватит, ну, 500 грамм на полноценный джемпер, сейчас вот это еще не вывязано 100 грамм пряжи, ну, там, в мешочке, вот, в мешочке, как я вам показывала, как я нашла решение, когда не один клубочек, а несколько, вот, и там буквально немножко осталось от второго моточка 50 грамм, то есть вот этот, вот это вот такая добротная половина джемпера, здесь вот это, ну, давайте будем считать 100 грамм пряжи ушел, джинс, да, поэтому раз пряжи хватает, свяжу хотя бы первый свой джемпер, который будет с вточным рукавом, все по правилам, сакатом, вот, это то, что из вязания уже как бы формируются мои желания, вчера было видео, я вяжу нечто, но вот это нечто превращается в полноценный джемпер или свитер, это не будет жилет, ну, вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока, Ситникова, пока-пока, Ситникова, Ситникова, Ситникова,